Спортсмены Все, три Любители у нас Поднимите руку любителей Кто у нас? Тоже в любителях Ну и у нас спортсменов Которые пойдут у нас уже спортсменами Меня не пускают на лед Говорят, что я должен контролировать И весь рекламу вам расскажу тогда Договорились? Все, сейчас пока отдыхаем, готовимся Подготавливаемся Доброе утро! Вы бур взяли? Бур тоже Мы тоже Нынче заняли на чемпионате России 20 место женской команды В Кеменской углу В Кемене было Озеро Янтык Хотелось бы вас там видеть Вы где летний проводите соревнования? Я на набережной провожу А в апреле месяце поплавочка будет Тоже городское мероприятие организую Ну уже по правилам как положено Все с лудочками там Поплывочек и так далее Мы с вами наверное по сотрудничеству Вот с восьми Пол восьмого Так 8.30 будет старт А с 8 до 8.30 это подготовительный То есть я протоколы заполню Мы соберемся Нет я просто смотрите Я вас построю всех Всем все расскажу еще раз Поздравлю всех с открытием и закрытием сезона Строились Мишка давай бегом бегом Всем доброе утро и всех поздравляю с закрытием сезона твердой воды Сегодня у нас необычный турнир У нас сегодня у нас фестиваль так скажем По спортивной ловле рыбы на блесну Которую я скажу чуть попозже Опять к ней вернемся Мы сегодня закрываем сезон Такой длинный сезон зимний сезон И переходим Будем переходить уже на более свободный То есть на жидкую воду Наш турнир сегодня посвящается Как семейным командам Так и личникам любителей Которые хотят перейти уже в спорт Ну и спортсмены которые хотят получить По крайней мере разряды Вкратце Наша сторона с вами Левая Расстояние между участниками 10 метров Запоминаем 10 метров Любители могут помочь Женщинам которые у нас Участвуют впервые между прочим Впервые участвуют женщины А также дети Можно помочь им пробурить лунки Но в ловле мы не участвуем Пробурили оставим По правилам техники безопасности На воде Я вам раздам сейчас Вот такие памятки Мы с вами Раздам вот такие памятки Такие вот памятки Чтобы были они всегда с вами По правилам техники безопасности Бур должен зачехленный быть Пробурились Вбурили его В лед Либо зачехлить и положить Открытые ножи не должно быть То есть бур всегда должен быть закрытый По правилам Чтобы не было эксцессов У вас есть три флажка Начинаем буриться Флажок втыкаем Начинаем буриться Пробурили Флажок оставляем 10 метров отшагали Следующую лунку 10 метров отшагали Следующую лунку Рыбачим в той лунке Которая маркирована Две маркированы Это ваша территория Которой не могут подойти Другие участники Понятно, да? Маркировать можно три лунки Три На одной рыбачи На одной рыбачи Запасных снастей Может быть куча Но рыбачим одной Выточил одну Свернул другую Да, да, да Рыбачим на блесну Живых насадок у нас нету Глаза мы не выдираем Рыбу складываем в пакет Ну в принципе я все сказал Еще вопросы есть какие-нибудь По поводу правил Начинаем ровно в 9 По звуку То есть по сигналу Первый сигнал Сколько лунок там можно Три воики Нет, там 10 метров Ты себя то Ты знаешь наверное Раз, видел? Ах, ну тогда понятно Ааа, смотришься Вот я сказал Я тут вам Там ша шестой Что? Ага Так, ну и Поехали Вот маркировочные пакеты Рыбу складываем Пакет Уже все внуки готовы Ребята готовы Вылунки наметили Дожки расставили своим Машут Приготовились! Приготовились! Три Два Один Поехали! Кто первую поймает Сразу руку поднимаем Первый лав есть! Показывай Только рыбалка началась Так Первый экземпляр Имеется Процесс идет Вот Что могу, могу достать Вот Могу 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 Вот Чемпион Сколько там? 905 905 Пока первый Камера это не выключает? Нет Сейчас Вот еще идут Давай дай А все уже стягиваются Все, все, я говорю, все, встречай здесь уже. Сейчас тогда сигнал подашь, последний тогда. Ром, через 5 минут подашь там сигнал, пожалуйста, выйди на озеро и подашь сигнал. Хорошо, спасибо. Что скажем? Мы скажем себе. Руслан, молодец. Нет, меня хвалить не надо. Вы вообще полностью про процесс и так далее. Процесс? Я на желудочку не опунул ни разу. Не клюет, нет рыбы у меня. Не умею я рыбачить. Вот, вот это уже другой разговор. Вот рыбачка у меня старалась, пыталась. Я щуку зацепила на балансир. Ну не смогла. Молодец. Она у меня сорвалась. Молодец в том, что старалась, и молодец, что не смогла. Надо нырять было. Сохранила щуку. Как обычно по локоть. Так куда рука дотягивается. Приехали не ловить, приехали, наверное, больше провести. Время. Огромное спасибо за организацию данного мероприятия. Все было замечательно. Все было очень хорошо. Дорога почищена. И стол есть. В общем, было все хорошо. Не столько важен результат, сколько само участие. Спасибо. 310 грамм. Ладина. Ее расширить мы с вами. О, доставай с нее. Сбросил. Сбросил? Все. 590. По детям, я думаю, чемпион. Он на полминуты опоздал первой рыбой. Первую рыбу поймали, и он тут же выдернул. Вы что, в одну каску, что ли? Нет. Ну, так и я там. Куда я это сделаю? Не-не-не, не уходим, не уходим никуда. 220. 220. У меня здесь и 30. Да и Надежда... Надежда умирает в последние. Вот теперь профессионалы идут. Ну? Нет, не получилось. 670 грамм. Андрей? Ох, у меня нет, значит... Не работаем. Расписывайся. Работаем. Нет, не пробовал, но не работает. Я думаю, что ровно. Это самая первая рыба у него была. А как дальше, я не знаю. 415. Это твое. А это что? Одну рыбу уже выиграл. Руслан. Я уже забрал, прежде всего. Вон, видишь, вон кострюды плавают. Так. Цоколов. Ты дробишь, что ли, туда-наполкал? Вгрузил. Не стоп. А кто вы? Я всем от мышки спешал. Он, это, с мобблерами туда кидал. 515. 12 штук. А как ты узнаешь, где твоя рыба? Там еще кто-нибудь есть. Где весы-то? Куда дели-то? Подожди, подожди. Тебе спасибо за участие. Крайний. 490 грамм. Похлопали все. Крайнему. 495. Мы сегодня закончили с вами наш турнир. Фестиваль «Серебристый лед» по твердой воде. Мы закончили этот сезон трудовой рыбалкой, которая состоялась у нас на озере Минтарском. И, соответственно, определились у нас победители данного фестиваля. Как семейные команды, так личники различных уровней, то есть спортсмены и любители. И приступим к самой интересной награде. А награждать у нас будет депутат городской думы. Борисова Андерова Васильевна. Борисова Андерова Васильевна, да. Ура! Дипломом третьей степени награждается Малвинских Александр. С весом 295 грамм. Алексей же! Не верю, а? Алексей! 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 Чё спрашиваю его, Серёга, чё клюёт? Я ещё ни одну не пойму, как в тайгах пробежал. Дипломом второй степени награждается подойников Игорь. С весом 490 грамм. Игорь, ну ты-то профессионал, бля. Второе место, а. На камеру. Грамотно. Дипломом первой степени награждается Знайко. Молодцы. Игорь! Владимир! Владимир! Спасибо. Первое. С весом 840 грамм. Переходим к семейным командам. У нас участвовали три семейные команды. И яшкарные. Это ребята, которые прям вот пошли чисто семейные. Дипломом третьей степени. Награждается. Три поколения. Номинация семейная команда. Общая ребра. Это семейная команда. Результаты объявляйте. Вес, вес, вес. Вес объявляйте. Вес. Общий вес. Самые главные рыбаки. 110 грамм. Дипломом второй степени награждается команда новички. 435 грамм. 435 грамм. О-о-о-о-о. Держи кубок. Первая степень. Занимает команда. Найги. Вдвоем. Вдвоем. Первое место. Потому что у нас еще две номинации с кубками. Я прошу прощения. Прошу прощения. Я что-то четвертый забыл. Также у нас участвовало в первенстве юношей, которые до 16 лет участвовали в наших соревнованиях со взрослыми на пару. И также боролись со всеми на равных, со взрослыми, как с юношами, как с любителем, так и профессионалами. Это ребята моей рыболовно-спортивной школы. И первое место занимает, в дипломом третьей степени, занимает Гагарин Михаил. Правильно? Максим. С весом 50 грамм. Дипломом первой степени награждается Знайкой Дмитрий. Занявший первое место. И кубок, соответственно. А вес какой? С весом 590 грамм. Да. Кубки у нас купила. Ну, переходим теперь к любителям. Дипломом третьей степени награждается. Заплатен Юрий, да, правильно? Правильно. С весом 285 грамм. Первый раз участвует человек. Да, первый раз. Первый раз в нашей команде. Я вообще не могу. Нет, это просто. Ну, и, само собой, летом тоже интересно. Нет, летом Гоунка участвует. Здесь стоит правила. Да, классно. Дипломом второй степени награждается Копырин. Правильно? Копырин. АВ. Кто у нас? Владимир Геннадьевич. Владимир Геннадьевич. С весом 670 грамм, ребята. Ну, и дипломом первой степени награждается. Отгадайте, кто? Балашов! Балашов! Чемпион! Чемпион! Один рыбачок, который является у нас спонсором нашего мероприятия, непосредственно нашим, предоставил подарки для юниоров, достаточно хорошие подарки. За третье место удочка с катушкой присуждается у нас Гагарину. Держи. Похлопали все. Не за что. За второе место гриболовный ящик Паньков Михаил. Молодец! У тебя уже два ящика. Ну и набор жерлиц, готовых жерлиц нашему юниору. Готовы, серьезно говорю, готовы, прям с крючками, со всеми делами. Открываем, показываем. А что жирненькое такое? Подставки черненькие. Пододеяльник. Подставки отдельные. А флажки? Флажки отдельно, все лежат отдельно. Вот, смотрите, все, флажки красные. Красные. Дима, поздравляю тебя. Дорогие друзья, я бы хотел, чтобы у нас такой коллектив всегда у нас поддерживался и участвовали все в таком мероприятии торжественном. Фестивали, которые создаются нашим клубом, клубом спортивного рыболовства, а также наши создавшие рыболовно-спортивные школы для детей, создают именно такие вот мероприятия именно для вас и для ваших детей. Мне бы хотелось видеть бы ваших детей в нашем школе. Экономика заработает, когда рабочему классу увеличат зарплату на 100%. Если кто-то хочет сказать, пожалуйста. Давайте я скажу. Давайте поблагодарим наших организаторов за это замечательное мероприятие, за наше позитивное настроение, за наш спортивный азарт, энтузиазм, адреналин. Все, что мы здесь получили, чтобы они почаще нам организовывали такие мероприятия. Есть кому еще сказать что-нибудь, пока мы здесь все собрались? Всегда за! Да, победителя хотим выслушать. В целом все хорошо. Молодцы. Еще одна интрига забыл. Прошу прощения. Я же думал все. Да нет. Спонсором выступает у вас компания «Азон». И предоставляет сертификаты. Сертификаты. За первое место в номинации «Семейная команда». 3000. Иди. Сертификаты. За первое место в личном зачете. Любители. В «Азоне» кого еще в руках? В номинации «Третье место» в личном зачете. Третье место в личном зачете. В номинации «Команда». 1000 рублей. Третье место. Команда. В номинации «Третье место» в личном зачете. Любители. 2000 рублей. Команде. Любители. Команда. Второе место. Где у меня? Команда. Второе место. Гагарин. Труд. Ты вообще красавчик. Я прям рад за него. Ну все. Вот на этой ноте торжественной мы заканчиваем наш сезон. Ребят. Спортсмены. Соответственно, я подготовлю документы, которые получат разряд. В этом году, 29 июня, будет проводить. 29 июня. У нас на территории по календарному, по спортивному календарю будет проходить тот же кубок Югры. По фидеру и донке. Ребята, которые хотят получить разряд. Или войти в спортивную элиту нашу. Создать команду. Я буду рад ждать вас. В своей школе. А? В данной школе. В данном мероприятии нынче будут участвовать наши юноши. Это команда юниоров будет выступать. И, соответственно, я бы хотел, чтобы из города у нас все-таки появились не только две команды, которые мы выставляли в прошлом году. А все-таки несколько команд. И, соответственно, этот масштаб кубок Югры стал более обширным. Будет проходить он, как правило, на нашей реке. Соответственно, в нашей территории. Мы ее знаем. И, соответственно, мы можем это все, как и в прошлом году, просто кубок забрать. Да, я бы хотел поздравить наших девушек. Женщин, которые все-таки участвовали в нашем турнире. У нас их сегодня четыре. Четыре. Больше. Больше? Где? Шесть даже. Шесть. 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 Я бы хотел с каждым годом видеть все больше и больше женщин, которые хотят приниматься этим. Интереснейшим спортом. Удивительным спортом. Активным спортом. Тогда уже подарки нужно, утепленки давать такие. А это мы над этим поработаем. Да? Поработаем все вместе. Не я только буду один организатор. Я хотел бы, чтобы все вы были бы организаторами этого мероприятия. И, соответственно, мы бы уже на следующий год, я планирую, все-таки проводить уже более близкое. Это взять щучее первое. И там все-таки организовать как первый лед, так и последний серебристый лед и все остальное. То есть как будет таким образом. Вот на этой торжественной ноте я бы хотел закончить наше мероприятие. Ура! Сигнал! Сигнал!